Это фактчек на 24КЗ. Сегодня в программе. Правда ли, что умные города по всему миру создают для слежки? Можно ли купить акции Эйрастаны после IPO? Как мнением казахстанцев манипулируют посредством новостей о цифровой валюте? Какое отношение платформа Каспи Профит имеет к сервису Каспи Киезет? Казахстанцы пересылают друг другу фейк о том, что систему умный город внедряют не для удобства и безопасности граждан, а чтобы шпионить и в дальнейшем ограничивать людей в правах. На пересылаемом видео сенатор Южной Австралии Алекс Антик говорит, умный город – это система полного тотального контроля. Замысел умного города в конце 1990-х годов представила компания IBM. По идее создателей, умный город – это городская территория, на которой технологии и сбор данных, в том числе в режиме реального времени, обеспечивают лучшее качество жизни и эффективную деятельность городских служб. Система умный город охватывает такие важные направления, как транспорт, энергетика и инфраструктура. Исследовательница умных городов Шади Шаян отмечает, концепция умного города все еще развивается, но там, где внедряется система, однозначно улучшается городская инфраструктура. С помощью системы умный город уменьшили заторы и обеспечена общественная безопасность на дорогах в Барселоне и Токио. В Австралии технология внедряется во всех муниципалитетах. Известно семь проектов умных городов, которые служат образцом для подражания. Среди полезных функций системы возможность проверять наличие свободных автостоянок, датчики движения, чтобы помочь пожилым людям переходить дорогу, и датчики, которые предупреждают муниципалитет о переполнении баков с отходами. Таким образом, как показывает практика, в умных городах никто не ограничивает население в правах и не контролирует его передвижение. В инстаграме появилась реклама, предлагающая купить акции авиакомпании «Эйрастана» за 75 тысяч тенге и заработать на них 1 миллион тенге уже за первый месяц. Якобы окупаемость инвестиций гарантирует даже Министерство финансов Казахстана. Это фейк. В объявлении говорится, что компания «Эйрастана» совместно с правительством Республики Казахстан официально провела IPO в Казахстане и Великобритании в январе 2024 года. Будто бы это дает теперь каждому жителю республики возможность зарабатывать на акциях крупнейшего авиаперевозчика. Осталось только 10 свободных мест из 100. Чтобы стать счастливчиком, нужно пройти регистрацию по установленной форме. Причем заполнить заявку предлагается на неизвестном сайте. 19 февраля 2024 года группа компаний «Эйрастана» действительно впервые публично разместила акции. IPO провели одновременно на трех фондовых биржах. Казахстанской фондовой бирже «Кассе», Лондонской фондовой бирже и «Астана Интернешнл Эксчейндж». Количество заявок превысило предложения. Причем 58% предложений было размещено на казахстанском рынке, а 42% на международном. В тот же день IPO было завершено. Никаких дополнительных 100 мест ни для кого зарезервировано не было. На официальном сайте «Эйрастаны» нет упоминаний о продаже акций. Нет такой информации и в социальных сетях компании. Реклама, размещенная на сторонних ресурсах, дело рук аферистов. В Казнете появилось сообщение, что Таиланд выпускает цифровую валюту со сроком годности в полгода. Якобы тратить эти деньги можно будет только с разрешения государства. Разбираемся, так ли это на самом деле. Когда руководитель партии для Таиланда, бизнесмен Сретта Тависин, стал новым премьер-министром страны, он решил воплотить в жизнь обещания из своей предвыборной программы. Суть его в том, что каждый таец в возрасте от 16 лет и старше получит через смартфон 10 тысяч бат или 280 долларов США. Цифровые деньги можно потратить только в радиусе 4 километров от дома получателя, а действительны они в течение 6 месяцев. В ноябре 2023 года Тависин объявил, что программа цифрового кошелька охватит 50 миллионов человек. По словам Сретты, денежное пособие обойдется правительству в 500 миллиардов бат, а финансироваться будет за счет единовременного займа. Программа партии для Таиланда призвана стабилизировать экономическое положение королевства. Это разовая мера, не имеющая отношения к цифровым кошелькам, которые открываются в других странах. Нет никаких оснований говорить, что правительство Таиланда в дальнейшем будет диктовать населению, когда и как ему тратить заработанные цифровые деньги. Никакого срока годности у цифровой валюты нет ни в одной из стран мира. Публикация в Казнете – способ манипулировать общественным мнением и вызвать отрицательное отношение к цифровым деньгам. Реклама мошеннического проекта вновь появилась в Казнете. От имени фейковой компании Каспи Профит казахстанцам обещают рекордные дивиденды. Это мошенничество. Для большей убедительности киберпреступники вмонтировали в фальшивый ролик фрагмент интервью с Михаилом Ламтадзе. Голос главы Каспи Киезет подделан. Информация о Каспи Профит является фейком и не имеет никакого отношения к Каспи Киезет. Цель преступников – выманить деньги у доверчивых пользователей, завлекая людей высокими и быстрыми заработками.